Здравствуйте! Сегодняшняя наша лекция, ну, впрочем, как и предыдущая, тоже посвящена металлу. Но если на предыдущих лекциях мы больше касались таких вопросов, как общая история металлургии или даже просто история ювелирного искусства, то вот сегодняшнюю передачу мне хотелось бы посвятить именно рассказу об основных техниках обработки металлов, причем металлов любых, и драгоценных, и обычных железа, ну и так далее. Вообще, что же такое художественная обработка металлов? Вот именно художественная обработка металлов – это как раз искусство изготовления каких-либо изделий и металлов, которые способны удовлетворять именно эстетическим потребностям. То есть не столько практическим, сколько именно эстетическим. Какие же основные и существуют виды художественной обработки металлов? Ковка, фигурное литье, чеканка и гравировка, высечение ажурных узоров, создание эмалий на металлах, чернь, басма, ну и многие-многие другие техники, о которых мы как раз поговорим. Но мне хотелось бы начать, наверное, с самого первого способа обработки металлов. Самый первый способ обработки, он носит название «обработка путем давления». То есть когда металлу придавали желаемую форму, ну, путем давления на него каким-либо другим предметом, ну, предположим, молотом или кувалдой. И в художественном, в металлургическом плане такая обработка носит название «ковка». О ковке мне хотелось бы также поговорить на примере все-таки русских кузнецов. Дело в том, что какие-либо изделия из железа и бронзы, да, достаточно широко были представлены, европейские изделия, а вот русские как-то мы пока что обходили стороной. И поэтому о таком виде художественной обработки металлов, как ковка, мы поговорим на примере славянских и русских кузнечных изделий и мастеров. Вообще, железо на Руси было известно еще в раннем славянам. И, естественно, ковка – это самый первый и самый древний способ обработки металлов. Очень широкое распространение ковка на Руси получает в XII-XIII веках нашей эры. Ну, это связано, в первую очередь, с зарождением городского кузнечного ремесла. Если раньше это были все-таки единичные, не такие частые случаи, то в XII веке, ну, скажем, кузнецы выделяются как класс. Ну, и, конечно же, это все могло не поспособствовать созданию просто замечательных изделий, кованых изделий. Сначала древние славяне, ну, впрочем, как и европейцы и многие другие народы, придавали желаемую форму металлу, холодному металлу, когда погубчатому железу били всевозможными камнями и кувалдами, то есть выжимали из железа все соки, ну, таким образом выбивали в том числе и шлаки, ну, и таким образом изделию придавалась какая-либо форма, ну, потому что железо можно обрабатывать и холодным. Но очень скоро все-таки мастера поняли, что железо в нагретом состоянии становится более пластичным веществом, и, конечно же, уже стали его разогревать до определенной температуры, и также с помощью молотов и кувалд придавать металлу желаемую форму. Поэтому на территории, в основном, древнего Киева, потому что все-таки XII-XIII век – это Киевская Русь, археологи находят очень и очень много кованых изделий, созданных древними кузнецами, это всевозможные и херпы, и дверные замки, и всевозможные накладки, и даже какие-то самые простые оружейные вещи. Ну, давайте посмотрим наш первый слайд, и наш первый слайд – это фотографии современной кузницы. Вообще, в XI веке металлургия у древних славян уже имела очень большое распространение в городе и в деревне. Но вот, однако, как таковых древних кузнец археологам пока найти не удалось. То есть, находят очень много инструментов, отдельных инструментов XII-XIII веков, находят какие-то предметы и изделия. А вот саму древнюю кузницу пока что обнаружить не удалось. Кстати говоря, находят даже захоронение кузнецов. Но почему это кузнецы определяются по тем предметам, которые сопровождали покойного в мир иной. Это тоже были всевозможные молоты, клещи, кувалды и другие инструменты кузнеца. Вообще, надо сказать, что очень скоро такая трудоемкость процесса вот как раз кузнецов выделила из общей общины и, соответственно, сделала из них первых ремесленников. В древности кузнецы, между прочим, сами и плавили металл, и потом изготовляли из него изделия. При этом они пользуются весьма нехитрыми приспособлениями для создания, вообще-то, весьма интересных и высокохудожественных произведений. Ну, что необходимо вообще-то было древнему кузнецу, но в целом также и современному. Это, конечно же, горн или плавильная печь. В горне происходит нагрев железной руды, так называемой крицы. Потом, конечно же, нужны разнообразные инструменты. Это и кочерга, и лом, и железная лопата, ну и, конечно же, наковальня, на которой, собственно говоря, изготавливаются изделия. Ну, а также всевозможные молоты, кувалды и клещи для того, чтобы вытаскивать раскаленное железо из горна. Ну, и также совершенно необходимым условием для осуществления разогрева металла в горне является меха. Меха, они служат для подачи в горн в печь кислорода. Но без кислорода, как известно, процесса горения не существует. Так вот, в принципе, первые меха были ручные. И, конечно же, тоже все затрудняло процесс, потому что необходимо было и подогреть, и расплавить до определенной точки руду, и потом и перековать. И поэтому, конечно же, кузнец никогда не работал один. У него всегда был помощник, а чаще и не один. И вот на следующем слайде мы с вами как раз видим реконструкцию средневековой кузницы. Здесь, правда, подмастерье, ну, так вот он смотрит в окно, но на самом деле подмастерье очень и очень много помогал мастеру. Вообще исследование старинных и археологических находок говорит нам о том, что древние кузнецы знали почти все технические приемы того времени. Древнерусским кузнецам была известна и сварка, и пробивание отверстий, и кручение, и клепка пластин, и даже наваривание стальных лезвий, и закалка. Причем вот закалка и наваривание – одни из сложнейших операций вообще в кузнечном деле. Вот, например, даже древние римляне, они также знали технику закалки, но считался для них очень и очень сложным моментом, ибо железо и наваренное стальное лезвие, они имеют разную точку плавления, поэтому это весьма трудоемкий процесс. Но вообще же, если говорить о таких ручных кузнецах, то сама технология ручной ковки, в принципе, не менялась до середины XIX века. Да и сейчас, мы можем сказать смело, существует достаточно большой процент кузнецов, которые также вручную куют изделия. Это и декоративные изделия, и решетки, и до сегодняшнего дня все равно ручной труд кузнеца, он пользуется большим спросом. Но это сегодня происходит именно в качестве такой, может быть, эстетической потребности, а тогда, конечно же, до середины XIX века ручная ковка обуславливалась невозможностью технического прогресса. Однако, конечно, определенный прогресс все-таки был, и одним из важных вех вообще в истории кузнечного дела было использование водяных кузнец. Вот мы все с вами знаем водяную мельницу, когда энергия воды используется для того, чтобы вращать жернова. А вот водяная кузница, в принципе, был аналогичный механизм, только вода помогала работать мехам. И теперь человеку не нужно было вручную раздувать меха для подачи кислорода в гор, это делала энергия воды. Но это, конечно же, ускоряло процесс и скорость расплавления металла. Плюс к тому, что немаловажно, вода, конечно, была хороша и с точки зрения безопасности. Все-таки согласитесь, что в кузнецах были нередки пожары. Ну и, конечно, когда рядом вода, можно было легко этот пожар ликвидировать. Какие же предметы изготовлялись в Средневековье кузнецами? В принципе, достаточно большой спектр был. Ну, это, конечно же, орудия сельскохозяйственного потребления, это были всевозможные украшения, бытовые предметы. Но, что немаловажно, кузнецы ковали доспехи. Особое развитие, конечно, как раз в кузнечном деле получило оружейное мастерство. Надо сказать, что кузнец мог выковать почти все и меч, и стрелы, ну, наконечники для стрелы колчан. И всевозможные кольчуги, щиты, шлемы. Археологами сделаны следующие выводы. В принципе, большинство мечей все-таки были фракийского производства. Ну, это в XII-XIII веках на территории Руси. Ну, это домонгольский период, если мы берем. Были фракийского производства. Но, в целом, конечно, русские кузнецы тоже работали и над клинками отечественного производства. Но все-таки большинство археологических находок указывает нам на то, что русские мастера изготовляли кольчуги. Давайте мы посмотрим наш следующий слайд, где на сцене перед вами как раз будет представлена кольчуга X века. В ряде погребений археологами были обнаружены всевозможные связки кованых колец как раз для железных кольчуг. И вообще кольчуги очень часто встречаются в дружинах курганах аж с IX века н.э. Надо сказать, что изготовление кольчуги было вообще весьма и весьма трудоемким делом. Потому что для того, чтобы изготовить кольчугу, сперва надо было изготовить проволоку, потом проволоку разрезать на иное количество колец, потом эти кольца склепывались, сваривались, и только тогда, соответственно, уже получалась кольчуга. С X века вообще в русском боевом снаряжении кольчуга становится совершенно обязательным атрибутом. И она используется почти всеми войнами. И поэтому надо сказать, что, конечно, производство кольчуг в домогольский период на Руси было весьма и весьма массово. Даже на страницах древних летписей мы встречаем упоминания о кольчугах. Правда, тогда они носили несколько иное название. Они назывались броня. Вот о происхождении кольчуга на Руси многие историки, да и археологи спорят. Откуда они пришли? Были ли это в азнай технологии или была придумана на территории России? Вообще, много очень исследователей сходятся к мысли, что, скорее всего, кольчуга была заимствована русскими. Либо с востока, либо у соседних кочевых племен. Но, однако, это не умаляет достоинства местных кольчужных русских мастеров. Дело в том, что даже очень многие источники из востока упоминают в своих тоже записях, что у русских были кольчуги. Однако о импорте в России кольчуг нет ни одного упоминания. Поэтому, скорее всего, конечно, может быть, сама технология была заимствована у кочевых народов, но производство, конечно, было местным и работали русские мастера. Что еще необходимо было войну? Ну, конечно же, это были необходимые щиты. Щиты на Руси делались обычно деревянные. И лишь сердцевина была железная, и края оковывались железом. Ну, как я сказала, клинки часто были фракийские. То есть это из северо-восточной Европы. Ну, и, конечно же, необходимым атрибутом древнего война был шлем. И мне хотелось бы рассказать о искусстве изготовления шлемов на примере очень интересного шлема, шлема Ярослава Селда. Чего там перед вами? Вообще, это, наверное, один из лучших примеров русского кузнечного искусства XIII века. Этот шлем выкован из одного куска железа. И до сегодняшнего дня вы можете его видеть в одной из витрин оружейной палаты Московского Кремля. Железо, как вы видите, сохранилось не очень хорошо, и оно местами очень сильно проржавело. Единственное, что очень хорошо, сохранились серебряные накладки, которые по-прежнему сияют чистым блеском. Накладки вы видите на навершии шлема и спереди. На накладках изображены фигуры Иисуса Христа, архангела Михаила и избранных святых. Шлем этот изготовлялся новгородскими мастерами, и, конечно, это высокохудожественное произведение. Но и сама история этого шлема весьма интересна. Дело в том, что в 1216 году на реке Липени, это неподалеку от небольшого среднерусского города Юрьево-Польска, сошлись две раки – новгородцев и суздальцев. Ну, надо сказать, что вообще новгородцы и суздальцы достаточно часто сталкивались в домонгольский период из-за территориальных притязаний. Со стороны суздальцев выступило два князя. Ярослав Вселдович – это отец Александра Невского и его брат Юрий Вселдович. Вообще, по древнерусскому обычаю, они обменялись перед боем доспехами. И поэтому доспехи Ярослава Вселдовича одел на себя его брат Юрий. Но исход битвы был такой неожиданный, и суздальцы потерпели поражение. И вот Юрию пришлось спасаться с поля боя бегства. И вот то ли он сам снял достаточно тяжелый шлем, то ли, может быть, во время бегства случайно его потерял. Но суть в том, что шлем остался неподалеку от поля, на котором произошла та битва. И очень долгое время он там так и лежал. Вот участники тех военных событий, и Ярослав Вселдович, и его брат Юрий, они остались живы, и даже остались на княжеских престолах. Вот только доспехи они свои так и не нашли. Ну, может быть, это было чисто случайностью, может быть, они преднамеренно за ними не возвращались. Но так или иначе, этот шлем был обнаружен просто во время вспашки земли в конце XIX века. Ну, вот он до ныне теперь хранится в оружейной палате. Ну, помните, может быть, в прошлой нашей передаче мы как раз с вами говорили о золотой гривне Владимира Мономаха, который тоже потерял на охоте. Как вы видите, нередки были случаи, когда князь терял тот или иной атрибут своей одежды. И его находили уже археологи в конце XIX или даже XX веке. Вторая, вообще, как я уже сказала, техника ручной ковки не менялась очень и очень долгое время. Но все-таки, конечно, какой-то прогресс пошел с середины XIX века. И именно этот технический прогресс был связан еще с тем, что в XIX веке потребовалось изготавливать способом ковки уже очень большие изделия. Это были всевозможные грибные колеса, винты, например, для больших пароходов или для паровозов. И это просто не мог человек отковать вручную. И усовершенствованием техники ручной ковки стало создание паровых молотов. Давайте мы сейчас посмотрим наши следующие слайды. Вот перед вами изобретение Джеймса Уайта. Он изобрел такую паровую машину, такой паровой молот в самом конце XVIII века. Ну, и вот уже в начале XIX века внедрил это в производство. Ну, конечно же, паровой молот, в чем был его плюс? В том, что, конечно, сила удара была больше, и, соответственно, он мог обрабатывать и более большие изделия. Еще один пример парового молота перед вами. Но это более совершенственная модель. Как вы видите, она более маленьких размеров. Единственным недостатком таких механизмов было то, что удар наносился не по прямой, а, скажем, по касательной. Поэтому большой лист абсолютно прямой из металла отковать было практически невозможно. Он получался все равно где-то сильнее нажим, где-то меньше. И, следовательно, необходимо было изобретение и гидравлического пресса, и прокатного стана. И все эти изобретения были ознаменованы самым концом XVIII века. Именно тогда Брам, а потом Корд и Вильксон, они все работают, эти инженеры-исследователи, над созданием устройств, которые бы помогали, конечно же, ручной ковке и заменяли бы ее на машинное производство. Однако, наверное, таким самым мощным прорывом в металлургии, ну и, конечно же, в ковке в частности, последовало изобретение двух братьев. Братьев Фредерико и Чарльза Симмонсов. Дело в том, что они изобрели так называемую регенеративную печь. Помните, может быть, когда мы говорили о железе и о веке, вообще о веке железном, я упоминала, что железный век начался еще до нашей эры, а железо как таковой, как металл расплавленный, металлурги смогли увидеть только вот в середине XIX века. Вот как раз благодаря изобретению братьев Симмонсов и возможно было увидеть железо расплавленным. Что же было такого нового в этой регенеративной печи? Дело в том, что там вход и выход металла и теплого газа, который, опять же-таки, нагнетал температуру, так вот, вход и выход попеременно менялись местами. А насадки были сделаны из огнеупорного кирпича. Дело в том, что огнеупорный кирпич, он может выдерживать температуру только 1500 градусов по Цельсию. А вот когда вход и выход меняются местами, то газ, проходя через огнеупорный кирпич, он не успевает остудиться, что ли. И поэтому температура в самой плавильной печи оказывается больше, чем 1500 градусов. И это как раз было достаточно, чтобы железо так и расплавилось. И, конечно же, большой плюс, который помог в изобретении и конкретно этой печи, безусловно, это топка уже не древесным углем печей, а углем. Я вам напомню, что коксование угля было изобретено в Англии. Но и это, как говорится, был не предел. И самое последнее уже изобретение в металлургии стало изобретение Пьера Мартена. И он изобрел Мартеновскую печь. Давайте мы посмотрим наш следующий слайд. Это как раз вид Мартеновской печи. Что же было нового? Пьер Мартен изобрел Мартеновскую печь в 1864 году. И Мартеновская печь служит как раз не для расплавления только железа, а для изготовления высококачественной стали. В принципе, нового было в нем то, что Мартеновская печь, она загружается не только железной рудой, но там присутствует еще очень большое количество стального лома, а также туда еще водится и известняк. И поэтому в результате, когда все это в Мартеновской печи расплавляется, то на выходе получается высококачественная сталь. Кстати говоря, сейчас 85% стали как раз выплавляется с помощью Мартеновских печей. Но все эти изобретения были как раз направлены на то, чтобы уйти от ручной ковки, чтобы ковка была уже более механической. Но это не значит, что, конечно, кузнечное ремесло ручное как таковое умерло. Нет, оно процветает и до сегодняшнего дня. Что же делают в основном кузнецы в середине XIX века, именно которые работают ручным способом? Ну, конечно же, это всевозможные ограды и решетки. Очень много решеток изготовляется и с помощью ковки. Вот перед вами, наверное, одна из самых замечательных решеток не только Петербурга, но и России. Это решетка летнего сада. Ну, говорят, что она самая красивая решетка России. Она, конечно, изготовлена не только путем ковки. Основные элементы изготовлены путем литья. Ну, мы о литье еще поговорим. Но мелкие элементы, они все изготовлены с помощью ковки. Ну, надо сказать, что в современном кузнечном ремесле с помощью ковки создаются вот такие ажурные перила и ограды, аналогичные той, которую вы видите сейчас на ваших экранах. Следующий вид художественной обработки металлов, он, ну, чем-то, может быть, даже похож на ковку. Дело в том, что следующий вид обработки металлов – это чеканка. Чеканка – тоже обработка металла путем давления. Но только чеканка, конечно же, не изготовляют ни какие-то небольшие предметы, а более мелкие. Да и сама техника, она направлена как раз на создание каких-то очень мелких и интересных рисунков, орнаментов и, конечно же, рельефов. Если сказать точнее, чеканка – это получение на какой-либо заготовке рельефного изображения путем холодной обработки металла, то есть ударов молотка по чекану, чекан – это специальный инструмент, или по какому-то либо штампу, и в результате холодной обработки получается своеобразный рельеф на какой-либо заготовке. Причем различают также и механизированную, и ручную чеканку. Но вот именно от ковки все-таки чеканка отличается тем, что чеканка – это обработка холодного металла. Причем металл может использоваться совершенно различно. Это может быть и золото, и серебро, и медь, и бронза, и мельхиора, и алюминий. Ну, в общем-то, почти все металлы более или менее поддаются чеканке. Чеканка, конечно, в каком-то плане принципиально отличный от ковки способ обработки металлов, но, однако, чеканка почти всегда идет вместе с художественной ковкой, потому что сначала изделие куется, а потом ему придается уже какой-то рельеф с помощью чеканки. Кстати говоря, с помощью механической чеканки создают какие-либо ровные поверхности и плоскости предметов. Надо сказать, что с помощью чеканки создают и самые простые бытовые предметы, например, сковороды или какие-либо миски или тарелки. В принципе, они тоже создаются с помощью чеканки, самый-самый такой простой. Но нас, конечно, интересует более тонкая чеканка и художественная, когда на каком-то изделии создается интересный рельеф и узор. Причем сложная чеканка всегда создается по модели. Сначала необходима пластическая модель, но она может лепиться из глины или из пластилина сейчас, и по ней уже мастер смотрит, насколько поднимать либо опускать рельеф на какой-либо заготовке. Для чеканки, конечно же, необходимо использовать достаточно тонкий металл. Обычно 2 мм толщина металла для ручной чеканки, потому что вы понимаете, что просто так холодный металл, если он толстый, конечно, он чеканке подвергаться не может. Единственное, что, конечно, иногда используют горячую чеканку, и каким же образом, ну, какую-то самую общую форму предмету придают в определенном нагретом состоянии. Ну, а после, конечно, доводят его до какого-либо художественного завершения уже путем холодной чеканки. Также в процессе работы, в процессе чеканки металл иногда отжигают. Что же это за техника такая? Дело в том, что когда мы начинаем делать какое-либо предметы, какое-либо место предмета более рельефным, то, конечно, металл, вы представляете, он в определенной степени растягивается. И на каком-то этапе может быть даже такая неприятность, как разрыв металла. И чтобы вот этого не происходило, через какое-то время обычно металл подвергает, ну, небольшому нагреву, после чего металл снова восстанавливает свою пластичность. И, в принципе, даже из абсолютно плоского листа меди можно выкинуть прям настоящую форму, ну, скажем, неглубокой вазы или, наоборот, какой-то глубокой тарелки. Вот тем самым, в принципе, металл достаточно пластичное вещество, и чеканке он поддается достаточно хорошо. Но, конечно же, это требует от чеканщика очень большого мастерства, чтобы почувствовать критический момент, когда металл надо отжечь, а когда снова приступать к дальнейшей обработке. Иногда внутрь чеканной формы даже заливают свинец, другой металл. Но вообще свинец – это очень мягкий металл, и он тоже способствует созданию, ну, так называемой, может быть, подушки, по которой более легко чеканить и выводить какой-либо рельеф. Давайте посмотрим наш следующий слайд. Он представит нам инструменты, которые использует чеканщик. Вообще, для чеканщика требуется достаточно большое количество инструментов. Основные инструменты – это чеканы. Чеканы, они делаются обычно из стали. Это просто пруд, к концу которого придается определенная форма. Это может быть круг, овал, может быть, всевозможные звездочки, штрихи, клеточки. После этого рабочая часть, так называемый бой чекана, закаливается, и им уже можно работать. Также совершенно необходим для чеканщика молоток. Собственно говоря, на какую-либо заготовку сначала ставится чекан, а потом по нему бьется уже стальным молоточком. Вот сейчас перед вами тоже различные инструменты чеканщика представлены. Еще совершенно необходимый киянка – это деревянный молоток. Он чеканщику необходим, чтобы подправлять в ходе работы изделия, загибать всевозможные края, ну и, в принципе, просто исправлять. Если неудачный какой-либо удар был произведен чеканом, то вот в начальной стадии еще можно подправить какой-то неудавшийся момент киянкой. Давайте мы сейчас с вами все-таки посмотрим уже какие-либо изделия, созданные как раз с помощью чеканки. Ну, действительно, когда мы смотрим на инструменты, чеканы, они такие грубые, большие в нашем представлении, но из этих инструментов создается вот такие прекрасные шедевры чеканки. Перед вами Константинопольская ваза. Она была сделана в IV веке до нашей эры. Как вы видите, весь рельеф, он изготовлен с помощью чеканки. Ну и здесь потом по вазе идет небольшое золочение. Или следующее. Это бедийская чаша, X век уже нашей эры. Но, в принципе, технологии, что в IV веке до нашей эры, что в X веке, существенно не менялись. Менялись лишь сюжеты, которые изготовлялись на изделии. Вот как вы видите, сейчас перед вами золотая чаша. То есть золото, как мягкий металл, он вообще отлично поддается чеканке. Если же мы будем говорить о России, то, можно сказать, особого подъема и развития чеканка именно в России достигла в XVII веке. И чеканили в основном по серебру или по золоту. Особенно славились чеканкой мастера оружейной палаты. Они вообще проявляли высочайшее мастерство. Они создавали всевозможные дворцовые утвари. Это были и кубки, и братины, и тарелки, и чаши, и подносы. Ну и в этих изделиях, конечно, нашли применение самой разнообразной техники чеканки. Это и опущенный фон, и очень высокий рельеф, и даже чеканка с лицевой стороны. Надо сказать, что изделия можно чеканить с двух сторон. С лица или с внутренней стороны изделия. Были даже просечная чеканка. Ну и, как я сказала, очень и очень объемная. Давайте мы посмотрим несколько примеров такой чеканки. Вот перед вами братина 17 века. Середина 17 века. Выполнена она из серебра. Ну, как вы видите, такой достаточно лаконичный рельеф. Он, конечно же, создан с помощью чеканки. Следующий братин. Здесь, конечно же, присутствует и определенный момент инкрустации, но основные элементы тоже сделаны с помощью чеканки. Следующее – это оклад Евангелия Ивана Грозного. Очень популярной как раз техника чеканки была во всевозможных окладах. То есть богатых окладах, которые делали все обычные золоты. Тоже, опять же таки, с использованием камней для инкрустации. Ну, и сейчас еще одно Евангелие. Это Евангелие уже более позднего периода, это уже 18 век. Ну, здесь вы тоже можете достаточно наглядно видеть применение чеканки. Это могут быть не просто рельефы на чаше, но и вполне конкретные изображения каких-либо событий и персонажей. Ну, и такой момент чеканки – это супница, серебряная супница 18 века. В принципе, эта техника, хотя и была популярна очень в 17 веке, но она не утеряла своей популярности, скажем, вплоть до сегодняшнего дня. И особенно, конечно же, она популярна была по драгоценным металлам. Однако, с начала 18 века центром художественной обработки вообще металлов, ну и чеканки в частности, становится, конечно же, Петербург. Но это, безусловно, связано и с перенесением в Петербург столицы российского государства. И, конечно же, сюда были переведены очень и очень многие мастера оружейной палаты. И, наверное, таким выдающимся и самым прекрасным образцом, в котором используются все возможности чеканки, служит усыпальница Александра Невского. Давайте мы ее сейчас с вами посмотрим. Эта серебряная рака была сделана петербургскими мастерами, и она как раз была сделана с помощью чеканки. Усыпальницу постигла весьма счастливая судьба. В годы Гражданской войны, когда очень много церковных драгоценностей шло в помощь голодающим по Волочи, так вот, и они, естественно, расплавлялись и навсегда исчезли, а раку постигла более счастливая судьба. Ее все-таки признали национальным достоянием, и она долгое время находилась в Эрмитаже. Но кроме России, безусловно же, даже кроме Петербурга, вернее, и Москвы, были, конечно же, на территории России и другие центры всевозможные металлургические, где также были различные техники обработки металлов. Если уж мы говорим о чеканке, то мне хотелось бы упомянуть, наверное, всем известное, выдающееся место на территории Северного Кавказа – кубачи. Вообще, кубачи славятся обработкой металлов, ну и конкретно очень много изделий там как раз изготовляются с помощью чеканки. Там еще издревле, это поселение очень древнее, еще издревле, там почти все местные жители, как раз их основной был промысел – это изготовление всевозможных предметов из металла. Они, конечно же, в первую очередь в древности делали всевозможное оружие, но, конечно же, очень богато украшенное. Ну и ювелирные изделия, безусловно, также. Визитной карточкой кубачей, наверное, являются как раз всевозможные способы чеканки и гравировки, которые на изделиях передают очень сложный растительный узор. Давайте мы сейчас с вами посмотрим наш следующий слайд, и вы как раз увидите перед собой современный вид поселка Кубачи. Вот, как вы видите, он находится среди высоких гор, это территория Дагестана, на каменном склоне гор. Вообще, этот аул раньше назывались Златокузнечный, вот так его величали издревле. Однако на местном языке его называли Угбук, а его жители – Угбуган, что значит «губители людей». На самом деле, такое вот, может быть, весьма странное название послужило, почему? Потому что большинство изделий, которые изготовлялись в поселке Кубачи, это все-таки было оружие. Ну и поэтому вот губители людей, потому что изготовляли все-таки оружие. В середине X века, например, знаменитый арабский географ и историк Аль-Мафуди упоминает также о царстве Зерик-Яран, что означает по-персидски «царство кольчужников». Ну и уже позже турки дали аулу название «Кубачи», что переводится как «оруженники». Ну вот, до сегодняшнего дня за кубачами сохранилось это самое название. Но, однако, конечно, не только оружие изготовляли на территории Кубачи. Вот вообще на Северном Кавказе даже иконы, конкретно это икон Ситов Георгия, также изготовлялись с помощью чеканки. Ну а следующий наш слайд – это уже типичное изделие мастеров поселка Кубачи. Это небольшая подвеска XVII века, достаточно такой древний раритет, он сейчас перед вами. Число жителей в поселке было достаточно всегда значительным, даже доходило до 9 тысяч, поэтому даже это сложно назвать поселком. Сейчас, правда, население гораздо меньше, порядка 2 тысяч человек. Но еще самый интересный факт, например, если мы будем говорить о мастерах кубачей, дело в том, что какие-то большие предметы делают мужчины, а всю тонкую работу издоровели и до сегодняшнего дня как раз в поселке Кубачи это чисто женская работа считается. В год советской власти этот промысел был причислен к народным промыслам, и поэтому он не был уничтожен и до сегодняшнего дня. Почти все взрослое население занимается изготовлением всевозможных металлических изделий. Вот с 1923 года там была даже основана целая артель названием «Художник». И вот большинство жителей как раз входит в эту самую артель. Но надо сказать, что такую вот гравировку наружу является не только кавказским приоритетом, но вот, например, еще на следующий слайд мне хотелось бы вам показать. Китайский средневековый меч в ножнах, как вы видите, он тоже художественно обработан с помощью такой техники, как чеканка. И ножны сделаны из херебра. Особым видом чеканового ремесла, как это ни странно, является медальерное искусство. И мне хотелось бы тоже о нем поговорить чуть-чуть подробнее, потому что монеты, как известно, и медали в большинстве своем чеканятся. Ну, соответственно, мы можем даже это тоже смело причислить к такому виду художественной обработки металлов, как к чеканке. Вообще, в качестве материала для изготовления всевозможных монет и медалей используются всевозможные металлы. Но чаще всего медь, серебро, ну и, конечно же, золото. Самый дорогой металл для изготовления монет. Ну и, конечно же, другие металлы, которые благодаря своей относительной прочности и мягкости позволяют добиваться создания всевозможных мелкофигурных рельефов на монетках. Вообще, само медальерное искусство возникло на территории Лидии, это Малая Азия, и также Древней Греции примерно в одно и то же время, седьмой век до нашей эры. Ну и, конечно же, это было связано, в принципе, с появлением монет. Давайте мы сейчас с вами посмотрим наш следующий слайд. Это такой оборот древней греческой монетки, как раз седьмого века до нашей эры. И перед вами небольшая сценка, на которой представлены Силен и Менаде. Монеты сделаны из золота и серебра. Вот как раз для изготовления монет в древности, главным образом, использовалась и чеканка. Делали всевозможные штемпели из закаленного металла с гравированным углубленным негативным изображением. Но очень-очень редко, преимущественно при изготовлении каких-либо крупных монет, все-таки применялось литье в глиняных или гипсовых формах. Но это в основном были итальйские монеты V века до нашей эры. А так, монеты архаичной Греции, это VII-VI века до нашей эры, в основном, конечно, выполнялись из херебра. Они были небольшими, чаще всего односторонними, и изготовлялись как раз с точки зрения чеканки. Чаще всего на них помещались рельефные изображения, голов, фигур, всевозможных животных. И они всегда отличались достаточно большим лаконизмом форм, достаточно большой стилизацией и такой орнаментальной композицией. В классический период, это примерно V века до нашей эры, классический период в греческом искусстве, монеты укрупняются в своих размерах, на их лицевой стороне помещаются уже и многофигурные композиции на всевозможные мифологические темы. Кстати говоря, некоторые монеты, которые находят археологи, они даже подписаны именами резчиков, штемпелей для чеканки монет. Например, встречаются даже такие имена Кимон, Эвенет, Теодот. То есть, как вы видите, это не было совсем анонимным искусством. В Древнем Риме в основном изготовлялись крупные монеты, они были из меди или серебра. Перед вами сейчас монета императора Каракала. В III веке до нашей эры в основном уже монетки древнеримские из серебра. Вот здесь более поздние монеты императора Каракала. А на ранних монетах обычно присутствовало изображение на лицевой стороне Ромула и Ремона, это легендарные основатели Рима, а на обратной стороне всадников диаскуров. Ну, диаскуры – это тоже мифологические персонажи из греко-римской мифологии, два брата. Также на римских монетах мы можем зачастую видеть вообще изображения и храмов, и даже статуи, и всевозможные аллегорические надписи. Ну, и вот как на монете Каракала уже в более поздний, в имперский период, очень часто на монетах уже чеканятся профили императоров и даже иногда все члены его семьи. А на обратных сторонах уже даже встречаются всевозможные сцены, на которых изображено, ну, скажем, триумфальное шествие. Вот на сегодня давайте мы посмотрим наш последний слайд. Здесь тоже представлены еще античные монетки всевозможные, и даже в нижнем ряду присутствуют и российские монеты XVIII века. Ну, как мы видим, в принципе, конечно, монеты, они все друг на друга похожи. Вот посередине даже существуют монеты с дырочками, с квадратной дырочкой, но это вот такие монеты в основном применялись на Востоке. На сегодня время нашей лекции потихонечку подходит к концу, но, однако, с техниками обработки металлов мы еще знакомиться не закончили, поэтому и о чеканке мы поговорим на следующей лекции, но также о лике и о многих-многих других техниках. А на сегодня до свидания.